Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я вам покажу без сомнения лучший графический мод для Skyrim'а, EMB. Сейчас я вам буду демонстрировать мод под названием Minimal EMB, прошу прощения, потому что здесь установлены более-менее легкие текстуры. Оно не так сильно нагружает процессор и видеокарту, но тем не менее картинка меняется просто кардинально. Здесь это не один мод и даже не два и не три, это целый комплекс модов, которые улучшают буквально всё. Тут есть отдельные настройки специально для этого, то есть как вы видите тут реально можно повозиться, но не советую собственноручно ничего менять, если вы нифига в этом не понимаете. Просто могу вам только лишь показать, что настройки тут действительно обширные и можно настраивать буквально всё. Буквально до мельчайших подробностей, то есть днём, ночью, звёзды... Боже мой, сколько тут всего, сколько тут всего... На самом деле авторы этого мода, это невероятные гении дизайна, потому что все мы прекрасно помним, как выглядел Скорим и как он выглядит сейчас. Давайте просто по городу пройдёмся, посмотрим. Здесь установлено также периферичное зрение или, например, концентрация нашего зрения на чём-то. Как видите, я подхожу к Сиране, начинаю её рассматривать и всё вокруг размывается. Вот, например, сейчас вам покажу, как это всё будет выглядеть на свете. Сирана, не будь тем, что роет. Сюда подойди. Сюда. Сюда. Большая молодец. Смотрите-ка. Видите, всё очень и очень неплохо размывается. Это очень классно влияет на картинку. К сожалению, я не стал устанавливать мод, который перерабатывает огонь, но огонь, в принципе, и так неплохо. Я могу пожертвовать тем, что у меня сейчас 25 фпс, но... Реально, такая картинка, она того стоит. Звёзды, гора... Те же даже люди. Это огромная сборка, как я уже говорил... Что тебе нужно, друг мой? В которую входят просто несколько модов. Он не очень большой, но его довольно-таки непросто настроить. Там вам придётся повозиться и в файлах с игрой, и в дополнительных модах, чтобы оно всё хорошо работало. Давайте пройдёмся ещё немножко. Здесь проведена кардинальная работа с физикой воды, и вообще с её визуальным сопровождением. Но это лучше показывать уже в Ривервуде, потому что именно там быстрая река. Все чертовски красиво, ребят. Когда был такой Скорим, скажите мне. Картинка просто супер. Ну, по крайней мере, для меня это... ...вообще от ас. Давайте посмотрим ещё на Ночной Вайтран и отправимся, пожалуй, в Ривервуд. Посмотрим, как текут реки. Красота, да и только. Большой респект, большое уважение дизайнерам и теми людьми, кто работали над этим модом, потому что он действительно шедеврален. Если ещё устанавливать тяжёлые текстуры, это просто таз на самом деле. Графика настолько приближается к реальности, что не хочется выглядывать в окно. Ну, что ж, давайте посмотрим на Ривервуд. Вот мы, собственно, и в Ривервуде. Что вы видите перед собой? Ночь. Ночь такая, как должна быть. А не ночь, как белый день. Это просто супер. Ну что, тут убрали освещение, да, скажете вы? Но на самом деле, чтобы добиться такого эффекта, и лишь от маленьких, вот, допустим, как эта кузница, или как вот свет в окнах... Это просто шедевр. На самом деле, мне очень, очень всё нравится. Также тут предусмотрена функция FPS, а как видите, сейчас у меня FPS упал до 20. Это потому что ночь, потому что вот я недалеко от гор, где распространяется объёмный туман. Всё очень и очень классно. Ютуб, конечно, затемнит этот вообще, да, чего-то невозможного, чего-то кошмарного. Ну, давайте подождём до утра. Раннее-раннее утро. Водяная мельница работает. Пробежимся, пожалуй, к мосту. Посмотрим на всю эту красоту. Некоторые, конечно, частицы довольно размытые, или очень яркие, но... В любом случае, картинка улучшается значительно. И, естественно, в лучшую сторону. Надо бы ещё вас, конечно, сводить на гору. Но, блин, это классно. Это, по-моему, просто супер. На самом деле, я думаю, вы уже заметили, как я восторгаюсь этим модом, потому что он действительно очень и очень хорош. И я просто, наверное, залипну ещё на несколько недель. Так, всё равно. Не стоит портить атмосферу прекрасного мира. Крабики тут. Господи, крабики. Куда же вы лезете? Ах, красота. Хоть и солнца не видно, но... Всё время кажется, что оно где-то тут, где-то за облаками. И такой ярко-красный свет нас ожидает на рассвете. По-моему, это прекрасно. Я думаю, лучше всего этого будет видно либо на Высоком Хротгаре, либо где-то возле моря. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Да прекрати, Сирана. Погода действительно хорошая. Ладно, давайте отправимся на гору, посмотрим, что там. Высокий Хротгар. Как ни крути. Объёмный туман. Красивый снег. Заметно красивее, чем без модов. Искарим сдал. Стал как-то поприятнее даже выглядеть. Теперь заметяли, действительно заметяли они куча мелких частиц, которые просто закрывают вам видимость. Перед глазами, а дальше ничего нет. А тут действительно туман, причём раннее утро. Вообще ничего не рассмотреть. Но как же ж это всё красиво. Действительно чувствуется, что стоишь на высоте. Красота. А это мы уже на другой стороне, можно сказать, этого мира. Это маяк с литью, да. Ничего ты не понимаешь, Сирана. Это прекрасно. Вроде компьютерная игра, вроде дизайнеры, вроде рукотворное всё. А как же оно нам напоминает всё-таки наш обычный мир. Не шумные города. Не каждодневные поездки на метро, автобусы. А красоту природы. Которая у нас есть. Но просто далеко не многие её видят. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Текстурки, которые подкрутили. Всё переделали. Всё стало почётче, пояснее. Всё-таки какие же молодцы эти мододелы. Какие же они молодцы. Кораблик, поросший мхом. Или он так покрашен? Ядовитый колокольчик. Всё-таки как же это всё классно выглядит. Дерево похоже на дерево, а не на сплошную текстуру. Пацаны, на что за говно? Нарушаете мне тут мой покой. Что за говно? Нельзя так делать, ребят. Просто нельзя. Зелёные паруса. Шикарно. И на горе высится Синий дворец. И город Солитьют. Показал Солитьют, но не показал Винтерхолд? Да вы что, серьёзно? Это... Был бы очень красивый город. Просто очень. Если бы ещё тут драконы не летали, было бы вообще хорошо. Трепаешь мне нервы, дракон? Это ты зря. Ладно, пошли смотреть коллегию. Хотя уже всё-таки темнеет. Давайте подождём утра. Винтерхолд, вторая столица. Ну, если бы не та катастрофа с большим взрывом, в коллегии, всё бы было иначе. Город призрак. То, что осталось на льде. Есть один небольшой мод, который добавляет больше руин Винтерхолда, а то три дома и всё. Это всё-таки был один из самых больших городов. Это всё-таки была столица. Классно-то как. Классно-то, блин, как. Кто бы мог подумать, что холодный Скорим будет выдавать такие красоты? Вода отсюда кажется такой голубой, как небо. Просто шикарно. Классно-то, блин, как. Тиатюк ownspack Сохраняна. Классно-то, блин, как. Субтитры создавал DimaTorzok